Ребятки мои, всем привет! Я пришла с работы и после работы, в общем, я заходила еще в два магазина. За продуктами, конечно, зашла, зашла еще в фикс прайс и зашла еще в магазин Эль Сити. Получается, в три магазина я зашла, даже я бы сказала в четыре, потому что я заходила в один магазин, который у нас Олимп, я не знаю, наверное, в других городах тоже есть такая, ну, такая фирма, да. Потом я зашла в царский стол, это у нас мясной отдел, в фикс прайс, да, зашла. И вот зашла в Эль Сити. Еще я зашла на почту, сейчас покажу, в общем, все, что я купила. В общем, в Эль Сити я взяла фэри, нежные ручки, аромат розового жасмина, алоэ вера. По-моему, он был по 59 рублей, чек я там у них оставила. И взяла вот еще себе мочалку, конопля длинная с ручками, потому что моя мочалка там уже вся, в общем, развалилась. А эта под акцией была 109 рублей. Написано, сделано в России, средняя жесткость. Так, что у нас тут? Натуральный материал, как массаж и глубокое очищение. Оказывает благоприятный, здоровительный эффект, отшелушивает кожу, стимулирует кровообращение, улучшает общее самочувствие. Ну, тут написано средняя жесткость, а я люблю прям жесткие такие мочалки. И вот взяла вот с ручками, потому что сейчас у меня рука болит, мне тяжеловато, в общем-то, мыться в ванне. Вот, а просто плюхаться под водой не хочется, поэтому вот взяла такую мочалку. Так, дальше, в другом магазине я взяла, в общем, яйца. Вот я не буду врать, сколько они стоят, я не знаю, просто скажу общую цену. По-моему, по 40 с чем-то были. Потом взяла вот никольское молоко и взяла вот такой вот сыр, чуйский, пикантный, в общем. Нормальный сыр, на бутерброды мазать его нормально. Понятно, что это какой-то сыр за 68 рублей. В общем, вот за три этих продукта я отдала 151 рубль. Вот, дальше, пошлите по царскому столу. А, по Олимпу. В Олимпе, в общем, я взяла котлеты для бургера. Здесь у нас 240 грамм. Получается три котлеты. А я взяла две упаковочки. И стоит это 98 рублей одна упаковка. Ну, в общем, по 200, считайте, 100 рублей упаковка. Две упаковки, около полкилограмма, да? Выходит 200 рублей. Вот, и взяла к ним еще булочки сразу. Хочу сделать, ну, вот эти вот, попробовать. Ну, понятно, что все получится. Будет котлета, у меня есть помидоры. И вот булочки разрежем. Ну, я не знаю, может, еще яичный блин сюда сделаю. Так, дальше, что еще там взяла? Взяла вот такой вот черный хлеб. Взяла не нарезку. Девчонки, у вас так же, как у меня, что хлеб покупаешь, и буквально там, знаете, один день, и хлеб начинает плеснивать. Вот какой-то ужас. Так, дальше я взяла маленечко. Тут волкилограмма, это у меня манты. И взяла еще приготовить с вермишелью. Захотела перец фаршированный. Вот, в общем, вот это я взяла. И это у меня вышло на 600 рублей. Так, что еще? Так, ну все, да. А, вот фикс прайс. Смотрите, девчонки, в фикс прайс, в общем, я купила выравнивающий тональный крем с витамином Е. Это у нас, типа, балет, профессиональный какой-то. Взяла 0,1 натуральный оттенок. В общем, там я его открывала, но они все, слава богу, зафольгированы. Вот, и я не знаю, подойдет мне этот цвет, не подойдет 0,1. Вот, видите, он как бы закрытый. Вот. И сейчас еще вместе с вами распакуем. Здесь у меня пришла кисть с Алиэкспресс. Вот. И я вот почему взяла этот тональный крем, хочу отдельно его протестировать с кистью, которую сейчас мы распакуем. В общем, разрезала я пакетик. Ничего там внутри, никакого подарка нет. И кисточка, это у нас фирма Белли. И вот в такой вот упаковочке она идет. Ну, здесь вот упаковка помятая. Сейчас саму кисть достану. Вот, вот так вот, смотрите, как красиво выглядит. Вот эту кисть я заказала, знаете, на канале у одного бьюти-блогера увидела. Она пользовалась этой кистью. Стоит она 198 рублей. И вот как раз вот мы с вами протестируем эту кисть и протестируем вот этот тональный. Кора, ты будешь с нами тестировать? Тебя намазать кремом? Ну, как, зачем? Чтобы ты тоже красивая была. Ну, и как хочешь. Не хочет она. Значит, будем тестировать вместе с вами. Посмотрим. Сейчас даже открывать вот его не буду, чтобы ни по оттенку ничего не смотреть. Слушайте, ну, кисть такая прикольная прям. Ну, она мягкая. Вот по сравнению с теми кистями, которые у меня, это набито намного слабже. Те прям такие плотные у меня кисти, да? А это вот прям, ну, маленько слабо набито. Ну, ладно, посмотрим, что, в общем, за кисть из себя она представляет, как она будет наносить. Я ее помою. Ну, так вот, смотрите, срез ровный. Ну, там вот один волосок торчит вроде. Но я не думаю, что она будет выпадать с нее что-то будет. Слушайте, ну, открыла я мочалку. Прям она такая, знаете, хорошенькая. Из волокон конопли написано. Так что, вот, пойду мыться. Главное, чтобы с душа выйти, а то коноплино дышуся, блин. Ладно, шучу, конечно. Вот. Ну, вот, такие покупочки, в общем, у меня были. Ай, я сказала, да, вот этот вот тональный 77, кисточка 198. Кисточка, кстати, шла долго. Ну, понятно, 200 рублей, в общем, из-за этого и долго. Села пока поболтать с вами. У меня вон тут бегудюшки мои лежат сегодня утром, как сняла с волос. Видите, кучеряшечка я сегодня. Вот. На улице у нас классно, тепло так вообще. Но я днем-то не выходила с работы посмотреть там на улицу. Но пацаны говорят, что вообще просто жарень неимоверная. Но это моя погода. Тем более, я скоро иду в отпуск, поэтому я согласна на жару. Вот. Хотя понятно, что не получилось у меня никуда поехать за границу. Цены выросли в среднем на 10 тысяч все путевки. Заранее не взяла. Если раньше, вот я смотрела, допустим, в тот же Хайнайн, да, можно было взять путевку. Там на те же 13 дней 32 тысячи путевка стоила. То теперь уже в среднем 42 тысячи путевки стоят. Но я так понимаю, это связано с тем, что, во-первых, все у нас уже уходят в отпуска. Да, и даже не то, что люди уходят, да, а то, что вот сейчас школьники закончили школу. Вот. Ну и родители, видимо, их всех повезут куда-то за границу. Хотя, знаете, цены такие. Что в Сочи съездить, что за границу съездить, совершенно одинаково. Ну, поэтому я, в общем, решила никуда не ехать. Ну и ладно, посмотрим. Хотя, если вдруг, вдруг какая-то горящая путевка выстрелит, то, может быть, я даже и щеманусь куда-нибудь на моря. Вот. Сын у меня сегодня сдавал ЕГЭ по биологии, но говорит, что вроде как написал он так хорошо. Будем надеяться, потому что нам очень нужны баллы. Мы же подали документы в медицинский институт. Вот. И 26 июня у него еще будет защита диплома. А 1 июля у него будет выпускной. Поэтому, ну, если никуда не поеду я отдыхать, то поеду к сыну. Да, поеду на выпускной к сыну, в общем. Сейчас он у меня поехал в кафе, говорю, с чего ради-то. В общем, есть у нас дисконтный центр на правом берегу. Там вот такой Adidas. Вот это вот все продается. Торговый комплекс Mega он еще называется, там есть. Поехал выбирать себе шорты. В общем-то, он уже двое купил себе джинсовых. Сейчас еще, говорит, мам, заеду еще один в один магазин. Он, типа, бриджами вот такие вот взял. Или как капри их называют. И, говорит, поеду, мам, хочу еще не джинсовые, а другие взять. Я говорю, ну, давай едь. Так что должен приехать. Как приедет, я вам покажу, что он там себе прикупил. Ну, что сегодня еще будем делать? Ну, и давайте вечером еще, как вот солнышко у нас маленько сядет. Сторона-то у меня солнечная. Духовку сейчас включать вообще не хочется. Так что сын приедет, и мы вместе с ним вот сделаем бургеры. Ну, думаю, что их там делать, да? Пожарим котлетки. Порежем помидорчики. И сделаем бургеры. Так, ладно. А я пошла пока переодеваться. Помою ручки. И даже чай пить не буду. Просто попью воды. И буду ждать сына. Пока сына нет, собрала на кухне всю посуду. Сейчас помою. И решила приготовить вот такой вот вермишель. Вчера смотрела фильм, как люди там едят в столовой. И увидела там вот такую вот тонкую вермишель просто. И, знаете, такую котлету. Ну, столовскую. И вот так мне захотелось именно такой вермишели, чтобы без всякого подлива. Так, ну и поставила перчики варить. Здесь у меня я брала 5 штучек. Добавила сюда. Залила я перцы, в общем, горячей водой кипяченой. Добавила морковь. Потом что еще? А, сметану я еще добавила. Да, посолила. И вот сейчас вот уже убавила. Они у меня, так сказать, тушатся. Вот. И закинула я еще стирку. Так, пока жду сына мою посуду. Вермишель у меня сварилась. Сварится она быстро. Я ее промыла холодной водой, чтобы она не слепалась. И поставила уже жарить мясо вот для бургеров. Цена пока еще нет. Он есть справа берега. Пока приедет, я уже ему приготовлю бургеры. Вот. Поставила там еще одну порцию размораживаться. Приготовила сразу для бургеров. Не для бургеров, а для мяса, которое жарим. Вот этот контейнер. Сюда положила, в общем, бумажное полотенце. И будем сюда выкладывать наше мясо, чтобы в них жир лишний спитался. Вы знаете, единственное, понять не могу. Получается 400, больше 400 рублей килограмм. Да, вот эти вот мясо вот это специально для бургеров. Но чем оно отличается от других обыкновенных котлет, я не поняла. Наверное, только название. Наконец-то приехал сын. Зашел, купил салат для наших бургеров. И у нас вчера, оказывается, закончился чай. А самое интересное, мы покупали чай фикс прайс. Везде он присутствует. Как бы в чеке, да, Женя? Кстати, я нашла чай фикс прайс, и там чай есть. А дома мы не смогли найти чай. И баба нам передала еще пирожки. Я хочу уже пирожок, потому что я уже устала сидеть. Там с капустой и с картошкой. С капустой и с картошкой. Не знаю, какие. Спасибо, бабе. Я сам еще не ем. Пока, в общем, я ем. Я тебе уже тут, Жень, все приготовила, помыла. Так что с тебя осталось все это сделать. Я думаю, их разрезать надо. А зачем? Вот так вот. Да, ну, делай большую котлету, чтобы было все сытненько. Сын, в общем, тут размышляет, как именно сделать. Сказал, сейчас все подготовлю. Мам, потом будешь снимать. Я говорю, наоборот, рассуждение о том, как и что. Надо тоже это все снять и посмотреть. Так что сейчас шеф-повар домашней кухни Евгений начнет готовить нам вкусные бургеры. А что булки такие нищие? Да что это они нищие, нормальные. Так, Евгений, вы озвучиваете, что вы сейчас делать будете. Так, режем булочку на пополам. Стандартно. Чем больше, майонезом смазывать? С майонезом, конечно. Ну, только много не клади, а то котлетка жирная. На каждую сторону. Расфигачиваем все это. По поверхности булочки. Так. Так, да. Давай-давай, шеф-повар. Поддакивай мне тут. Ну так я же должна, да, следить за процессом и поддакивать. Я для этого сюда и поставлю, да? Это мы-то? Кто? Огурец и помидоры. Да, я, кстати, тебе помыла. Бери. Берем огурец и помидоры. Нет, мы не берем огурец и помидоры. Мы берем салат. Угу. Кружочком нарезать его надо? Да хватит. Нет, сейчас салатик большой. Ага. Тоже очень. Кружочком не обязательно. Угу. Такой лист, ну его можно сложить спокойно. А, ну можно и прямо в него котлету засунуть-то, по сути. Или так? И все, да? На этом закончился. А, ну ладно. Ладно, ты шеф-повар давай делай. Нет. Опачки, как мы огурец отрызали. Опа. Насколько мы можем? Сильно большие делать не надо. Угу. Сточки 4. Давай. Здесь большее количество, чем качество. Количество лучше? Ну да. Чем больше, тем вкуснее. Ну если большие огурцы будут, то это неудобно будет все лежать. Угу. Ладно. Ой, все, я уже товарищи с люнями начинаю сходиться. Покажи, не сделает. Помидорочка. И самое главное ингредиенты, это котлета. О, да. Да. Надеюсь, она будет вкусом. 400 рублей килограмм. Нормально. Подожди. Мы, видишь, готовим. Нам сейчас не до тебя. Посиди, послушай, как Женя готовит. Сверху кладем коридорку. Огурцы будут падать. И опять же, вот, из остатка мы берем салатик. Угу. Сверху укладываем. Так. Булка. Это все дело, прижимать. Прижать нужно. Булки нищие, поэтому может вытечь, что попало. Ну и в целом, вот такой никакой бурги. Да, по-моему, нормальный. Ну-ка попробуй. Да, листья салата большие. Давай, мукбанг. Мукбэнг или как это называется. Ну, а что? Вкусно? Ну, один вкусно прям не могу. Все, все. И мне, и мне, пожалуйста, я тоже хочу. О, всем приятного аппетита. Спасибо, шеф-повар, за такой исключительный рецепт бургера. Я надеюсь, моим подписчикам, друзьям это всем понравится. Обычный домашний бургер, все. Но очень вкусный. Легко сделать. Части из-за нее. Так, сейчас Женька покажет, что он там купил у нас. И сразу по цене говорит. Как будто это мой влог, а не твой. Какая разница. Ты мой сын, значит, ты влог общий. А, вот так вот, да? Да, давай. Так, это ты где покупал? Это в горе джинсы. Такие джинсы. Какой это размер? Размер? Угу. По-моему, М-ка. Сейчас скажу. По-моему, это М-ка. Ну, слушай, ну прикольные. По чем они? Со скидкой 1150. Угу. Не знаю, какой размер, но написано 44. Ну, ясно. Рост уже не метр восемьдесят три. Ну, и размер у него, в общем, 44-46. Что-то 48 у нас есть. 44-46 большая батарея будет. А, ну понятно. Угу. Это? Где брал? О, слушай, прикольный. Где? Называется, по-моему, ее новый магазин. Ага. По чем? По чем? Со скидкой вышло 490, потому что говорят... А, ну сказали, что это прошлый сезон, поэтому такая хорошая скидка на них. Смотрите, как все качественно вообще. Хотя без понятия, что у них прошлый сезон. Вообще прикольно. Что в прошлый сезон, что в настоящий, что в последующий сезон, по-моему, все одно и то же. Угу. Ну и что там, еще же-то я не купил. Ну, еще одни бриджи, только потемнее. Угу. Вон, слушай, тут... Они похожи, только единственное, вот эти вот здесь... А, нет, так же. Они вот эти поуже. Вот эти поуже? Угу. Ну, в общем, смотрите, по 499 каждая пара из-за того, что... 490. 490, да. А тебе по 480. А, а эти, говорит, вообще 480. Слушайте, посмотрите, качество вообще... А, вот эти 480, а эти 490 должны быть. Вот эти 490, да. Ну и вот в Глории джинс... Все по 480. В общем, все. Были 1200, а стали по 480. 32-й размер, бриджи мужские. Слушайте, джинса вообще совершенно не тонкая, как у нормальных прям вот джинсов. Прям, слушайте, вот здесь вот обработаны, и здесь тоже обработаны. Ну и по цвету они похожи. Эти темнее, эти светлее. Ой, мне вот эти вот, конечно, тоже очень понравились. Смотрите тоже. Так, конечно, ты мне сначала сказала, что они вообще... Жень, ну они смотрелись как-то, то что маленькие. Я думала, они трикотажные. Я говорю, на фотке... Нет, трикотаж бы я не стал. На фотке... А эти отличные. Но они и дороже все. Так, ну вот, сын, в общем, на свою стипендию купил себе трое бридж. Молодчина, я его поздравляю. Ну, это не бриджи уж. Двое бриджи, одни шорты. Угу. Ну все. Двое бриджи, одни шорты. Уточнение такое. Ладно, мои хорошие, буду сегодня уже заканчивать влог. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал и будем дальше жить. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok